Фанаты местного клуба Лос-Анджелес Рэмс, прошедшего в финал Супербоула, поединка за чемпионский титул в американском футболе, кажется, не верят своему счастью. Супербоул – это самое крутое событие в мире. Для таких спортивных фанатов, как я, это просто лучшее, что может быть. Вот, привел детей посмотреть на стадион. Мечта сбылась. Ура, Супербоул у нас! Главное спортивное событие года в Америке – Супербол 2022. Совсем скоро пройдет в Лос-Анджелесе принимать финал регулярного чемпионата по американскому футболу будет вот этот грандиозный стадион «Сафай», построенный специально для таких масштабных мероприятий, как Супербол, чемпионат мира по футболу и Олимпиада, которую Лос-Анджелес примет в 2028 году. В Калифорнии, где коронавирус побил уже много антирекордов, едва не лишилась Суперкубка. Накануне власти соседней Невады предлагали свои арены для проведения мероприятия. Но Золотой Штат, несмотря на чрезвычайное положение в регионе, праздник отдавать не стал. «Спустя два года мы, наконец, готовы собираться и праздновать что-то вместе. Но мы будем делать это с соблюдением всех мер предосторожности. Давайте следовать рекомендациям ученых и врачей». После скандала с фотографиями, на которых мэр Горсетти и сам был запечатлен без маски на прошлой игре «Рэмс» на этом же стадионе, журналисты завалили его вопросами, главный из которых – безопасно ли и считается ли уважительной причиной снимать маску ради фото. Мэр ответил, что позировал на той игре, затаив дыхание. «Когда нас сфотографировали, я даже дышать перестал на пару секунд. И если это сделает кого-то из вас или всех остальных счастливыми, я даже ради фотографии больше маску никогда не сниму. Но лично для себя знаю точно – в тот момент я не подвергал никому опасности». Для того, чтобы обеспечить безопасность 100 тысяч человек, а именно столько способна вместить арена, принимающая Супербол, власти уверяют, что подготовились основательно. Соорудили специальные палатки, в которых волонтеры будут проверять карты вакцинации зрителей, выдавать им маски и даже делать тесты. Всем зрителям будут бесплатно предоставляться маски N95 на всех мероприятиях в эти дни. Кроме того, все зрители Супербоула, которые придут на стадион, будут иметь возможность сделать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус на входе. Их также можно будет взять с собой домой, чтобы провериться перед встречей с родными. «Каждый зритель обязан быть в маске во время игры, независимо от статуса вакцинации. Снимать их можно лишь, когда посетители пьют или едят. Но это вовсе не означает, что можно купить попкорн и есть его два часа. Мы будем следить за этим. И показывать нарушителям такие таблички с надписью «Наденьте маску». Также с помощью ультрафиолетовых лучей мы дезинфицируем поле, чтобы защитить игроков». Правда, поклонник местной команды Марвин говорит, что главную игру сезона будет смотреть дома. Мол, так все же безопаснее, да и по карману не ударит. Самый дешевый билет на игру стоит сейчас 6 тысяч долларов. «Билеты такие дорогие. Передо мной был выбор – сделать платеж по ипотеке или купить билет. И решил, что заплачу за квартиру и посмотрю финал по телевизору». Финальный матч первенства по американскому футболу состоится 13 февраля. Соперником калифорнийского клуба Лос-Анджелес Рэмс будет команда Цинценати Бенглс из Огайо. Ангелина Багдасарян, Вазген Воржебетян. Настоящее время Америка. Калифорния. Лос-Анджелес.